Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня нам предстоит проанализировать данные по состоянию американского рынка труда Non-Farm Perils. Это отчет, который традиционно выйдет в 12.30 по GMT. Целый блок макроэкономической статистики, количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы и, на мой взгляд, самый важный компонент это динамика роста заработных плат. Потому что, как мы уже ранее пришли к выводу, чем больше американские домохозяйства зарабатывают, тем активнее они тратят. Это, в свою очередь, увеличивает потребительскую активность и стимулирует рост инфляционного давления, которое и влияет на риторику Федрезерва, то есть, соответственно, на решение по ключевой процентной ставке. Все взаимосвязано, друзья. Поэтому такое внимание к этой статистике и ожидание того, что этот релиз станет источником повышенной волатильности. К этому мы сегодня точно должны быть готовыми. Поэтому заранее снова напоминаю вам, что в таких условиях нужно обязательно контролировать риски, следить за загрузкой депозитов и ни в коем случае не забывайте ставить стоп-лосс. Помимо данных по рынку труда, сегодня в 9.30 по GMT ждем индекс активности в сфере услуг Англии, дополнительный источник волатильности для британской валюты. К сожалению, так быстро до цели 1.20 по паре фунт-доллар мы не добрались, как хотели. Но я думаю, что подождать осталось недолго, потому что в целом, очевидно, британская экономика остается крайне уязвимой, если сравнивать ее, например, с экономиками других стран. Также сегодня в 14.00 по GMT еще выйдет отчет ISM в сфере услуг США, который генерирует чуть ли не большую часть показателя ВВП для американской экономики. К ISM сейчас вообще вопросов не должно быть, потому что мы помним, какие сильные показатели по ВВП США были в третьем квартале, когда был зафиксирован рост на 4,9%. Конечно же, от сегодняшнего релиза мы ожидаем исключительно хороших цифр, которые под конец торговой сессии могут придать дополнительное ускорение американскому доллару. Индекс доллара продолжает консолидироваться в районе 106 пунктов. Если немного округлить и посмотреть на дневном таймфрейме, где находится индекс доллара, он в топчется, по сути, в коридоре 105-106,50. И нуждается в триггерах. Эти триггеры, честно говоря, на этой неделе были довольно-таки достаточные, в частности, это решение Федеризерва по процентной ставке и риторика Джерома Паула. Но чего-то рынку не хватило. Может быть, нужны обновленные макроэкономические данные, потому что все, что мы ранее слышали от Паула, это то, что нам уже знакомо. А новые цифры по состоянию американского рынка труда – это все-таки новая статистика, новые вводные и возможность поразмышлять, порассуждать над тем, что будет с американской монетарной политикой уже до конца года. Что касается решения по процентной ставке, вчера мы разбирали уже по тезисам. Напомню, что решение совпало с ожиданиями 5,5%. Кстати, это уже второе заседание подряд, когда ФРС сохраняет процентную ставку на прежнем уровне. На пресс-конференциях, хотя, наверное, сейчас лучше затронуть сначала сопроводительные заявления, в ходе которых мы услышали от представителей Федрезерва, от руководства, что оно было крайне удивлено видеть показатели по экономическому росту в 4,9%. Удивлено именно устойчивостью американской экономики, которая продолжает оставаться прямо на плаву, это еще даже мягко сказано, при таком уровне ключевой процентной ставки. И, конечно же, пришлось сделать комментарий, что если темпы экономического роста останутся такими же динамичными, и в случае дальнейшего прогресса на американском рынке труда, придется рассмотреть возможность дополнительного ужесточения монетарной политики и повышения ключевой процентной ставки. Инфляция снижается, но представители Федрезерва еще не удовлетворены теми темпами снижения, которые сейчас есть. В прошлом месяце и вовсе была зафиксирована стагнация, поэтому я бы даже сказал, что нужно уже внимательно следить за, еще более внимательно следить за этим отчетом, потому что, очевидно, снижение застопорилось, и нужно предпринимать дополнительные меры действия, чтобы обеспечить последующий спад индекса потребительских цен. Также еще один комментарий уже непосредственно от Павла, то, что пока, трудно сказать, достигла ли процентная ставка достаточно ограничительного уровня, чтобы инфляция, ее снижение стало таким самоподдерживающимся механизмом. Это тоже в конечном формате можно, если копнуть глубже, прийти к выводу, что и в этом кроется еще один жесткий сигнал о том, что политика должна оставаться прежней. Ну, как минимум, ставка должна быть на текущем уровне в течение длительного периода времени. И ФРС, конечно же, дал понять, что из-за сохраняющейся неопределенности будет внимательно оценивать решения, ранее принятые, и анализировать макроэкономические данные, которые поступают. У нас до конца года, еще заседание в декабре, до этих пор выйдет 4 отчета, 2 по рынку труда и 2 по инфляции. Поэтому за этими данными будем следить, и начнем мы уже сегодня, друзья, когда выйдут non-farm payrolls. Я рассчитываю на хороший показатель на прирост больше, чем 200 тысяч. Это должно убедить покупателей снова вернуться в ряды именно индекса доллара и поспособствовать тому, чтобы этот инструмент вышел снова где-то в район 106.50 и дальше уже нажмем до нашей цели 107 пунктов. По золоту были вопросы. 1986 долларов за то есть концу пока что у меня нет рекомендаций, хотя в целом, если вам интересно мнение, я считаю, что золото будет дальше расти. Но я не лезу сейчас в этот инструмент, потому что по сантименту пока нет однозначной картины почти 50 на 50. Рынок нефти развернулся 87 долларов за баррель текущей котировки. Может быть, на нефтянку повлияли новости о том, что экспорт нефти из Венесуэлы снизился до менее чем 700 тысяч баррелей в сутки. Это плохая новость, потому что многие говорили, что после смягчения санкций со стороны США Венесуэла как раз своими новыми объемами сможет компенсировать то снижение предложений, которое идет со стороны Саудской Аравии и России. Ну, видимо, этого не произойдет. Поэтому вновь актуальны риски дефицита предложения вкупе еще и с геополитикой, что будет способствовать дальнейшему восстановлению цен на бренд и WTI. Евро против доллара цель 1.05 и движение ниже. Макроэкономическая статистика все хуже. Каждый день мы получаем слабые релизы. Вчерашняя торговая сессия не исключение. Индекс активности производственного сектора Германии 40.8, то есть ниже 50, соответственно, в зоне СПА. Причем остается уже почти год в этом состоянии. Индекс активности производственного сектора Еврозоны 43.1 с 43.3. Хоть небольшой прирост, но все равно ниже 50. Количество безработных в Германии выросло на 30 тысяч, прогноз был 15 тысяч. В уровне безработицы вырос с 5,7 до 5,8. Вообще ни одного хорошего отчета. Поэтому здесь, ну, для меня вывод однозначно. Евро нужно шортить. По фунту такая же картина. 5,25 решение по ставке Банка Англии. К сожалению, снижение британской валюты не последовало. Ну, может быть, это связано со слабостью локальной, слабостью доллара. Поэтому, как только настроение изменится, все сразу вспомнит, что британская экономика, она, по сути, уже в рецессии. Очень оптимистичные прогнозы, чрезмерно оптимистичные. Мне кажется, даже глуповаты от Банка Англии о том, что в четвертом квартале экономический рост составит 0,1%. В следующем году Банк Англии планирует, что ему удастся держать экономику на плаву выше нуля. И Банк Англии планирует, что в перспективе двух лет он добьется снижения инфляции в 2%. То есть еврозона, США в это не верят, а Банк Англии считает, что они смогут прыгнуть выше головы. Ну, странно. Шорт остается в приоритете. Доллар канадец локально сегодня, предлагаю обратить внимание на этот дуэт активов. Сегодня выйдут данные по рынку труда Канады. Ожидаем плохие цифры. Поэтому, вкупе с еще прогнозируемым ростом курса доллара, допуская, что пара может снова добраться до цели 1,38. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!